Добрый день! Как у вас здоровье? Слава Иисусу Христу! Я вам звонил как-то в марте месяце. У меня тогда камеры не было. А сейчас камера есть. А вы уже приехали с Потеряевки? Да, там разговора не могло быть. Там трудно очень. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Да, я в курсе, потому что я уже давно наблюдаю за вашим каналом. Я спрашиваю, не против? Нет, не против. Я слушаю, говорите, пожалуйста. А у вас сколько есть свободного времени? Ну, пока есть. Давайте. Да я просто вот хотел, давно смотрю вас, хотел спросить. Я хотел спросить у вас про продукты питания. Вот в Алтайском крае у вас есть кто выращивает настоящее зерно? Да, есть. Нас в Потеряевке выращивают. А какую именно крупу выращивают? Там пшеницу, да? Пшеницу, ячмень, горох, лен. А проса, проса есть? Вот проса нынче, кажется, нету. А этот, Игнат Тихонович, а гречневая крупа, там же Алтайском крае... Гречневая была нынче, я не знаю. Да, есть нынче тоже. Ну, ее ничем не обрабатывают? Химия вот всякая там. Что? Ну, как не обрабатывают? Обрабатывают, нынче везде обрабатывают, потому что дисковать два раза в разных направлениях, а у них ни техники, ничего нету. Им не обрабатывать никогда ее. И поэтому везде обрабатывают. Вот у нас сосед в другой деревне рядом, знакомый, у него 6700 гектар. Ну, это же понятно, что один раз он сеет прямо по стерне. Стерня, он не пашет. Никогда. И поэтому у него пыльные бури ему не угрожают. Урожай у него раза в два больше нормального, но они все обрабатывают. А чем они обрабатывают? Ну, достают где-то там очень дорогое лекарство. Так это же... А, ну я понял. Нет, а вот химии, химии обрабатывать же это вредно. Вредно, вредно, вредно. Все это вредно. Живем в городе вредно, асфальт это вредно. Нет, а слышали вот Герман Львович Стерлигов, а там он рассказывает, что у них не обрабатывается там. Ну вот... Еще один. Вы ролик сегодняшний посмотрели, там написано «Главный разрушитель Стерлигов». Нашли на кого ссылаться? Нет, я просто вам как бы привожу... Я его знаю, у меня отдельный материал о нем. Никто так не разводит лохов, как он. Сначала грабил, миллиарды награбил, а теперь дурит голову. Нет, это понятно. Библия неправильна, святых никого нету. Все неправильно. Он знает одного епископа, но он и никому не говорит. У него просто своя такая позиция какая-то. Ну неправильно. У него дурь собачья. Какая у него позиция? Хватает, с кем разговаривает, бросает стаканами, и все, он псих ненормальный. Ну да, я видел эти ролики, которые он... Ну вот он говорит, что в первую очередь везде нужно электричество уничтожить, станции взорвать, ученых выстроить и всех расстрелять. Дураком даже нельзя назвать. А сам на машине... Ну да, он говорит, что хочет вот электричество на всей планете отключить. Ну зачем время не тратить давайте? Мне не надо это. Я его очень хорошо знаю, и каждый день за него молюсь. Да-да, не будем про это. Ну да, он как-то говорил, что вроде соль тоже плохая везде. У него все хорошее, только у него. Все погибли. Ну да. Православие, католики. У него нет никого, ни одного. Только он, и один где-то епископ спрятанный. И рты разинулись, слушайте. Вообще, кто вы такие? Ну, маленько, открой Писание. Он Библию, синодальный перевод полностью отрицает. А какое? Другого нету. Он бьет по миллионам людей. Он и изверг рода человеческого. Как сатана какой. Ну да, у него немножко есть. Да не немножко, а сто процентов. Ладно, Игнат Тихович. А вы в Потеряевке, получается, с апреля по октябрь, да? Ой, то есть... С июня. 10 июня выехал. 10 октября приехал. 10, да. Ну, понятно. Ну, ладно тогда. В принципе, у меня вопросов нету. А, я вот еще хотел спросить про вот усы, да? Если вот усы растут неровно, то есть ниже верхней губы. Их можно постригать же, да? Потому что так же некрасиво ходить. Ну, если красоты еще, что можно? Нет, нет, нет. Не то, что красоты. Просто они вот растут. Вот у вас может быть равномерно они растут. А вот у некоторых людей они растут вот знаете как? Вниз, ниже губы верхней. Или вы вообще не постригаете? Я не могу вам отвечать. Вы меня уже 8 раз прервали. А написано, глуп кто-то дает ответ не высушил. Зачем вы себя глупцом показываете? Хорошо отвечать. Я просто спрашиваю. Ну, спрашивать, значит, надо уметь выслушать. Просто у меня как бы звук плохой здесь, поэтому я так переспрашиваю. Звук плохой. Ну, тогда вы скажите все, и потом не прерывайте. Я спросил, можете отвечать. Я отвечаю. Угу. Если хотите угодить жене, можете вовсе побриться. Нет, я... Я предложение не закончил. Что с вами? Хорошо. Если хотите нравиться этому миру, живите по-мерзски. Церковь тут ни при чем. Зачем смеяться-то? Если желаете угодить Богу, не прикасайтесь ни к чему. Я вам сейчас ссылаться буду на людей-атеистов. Вы такого Фридриха Энгельса слышали? Да. Посмотрите. У него только чуть-чуть впадинка, видно, где рот. Усами все закрыто. Ну, да. Карл Марса, посмотрите, как у него. Ни один старый обрядец ни усы не подрезает. Вы что, как мусульманин, усы надо полностью сбрить. Нету. Я перед... У вас какое невоздержание дикое просто. Я перед вами сейчас сижу. И 57 лет я не прикасался ни к одной волосинке. А у меня неровно. А эта неровность кто дает? Бог. У тебя не такие волосы, не такие зрачки, не такие уши. Мы найдем много что. И люди делают пластические операции. И заканчивают очень плохо. Надо сказать, если бы не ты, у меня бы этого не было. Как я благодарен тебе. Есть люди, которые родились слепыми. Есть люди, которые родились, которые никогда не говорили ни одного слова. Глухонемо, слепые. А ты глаза имеешь хорошие. У вас нормальная борода. Не трожьте ее, не прикасайтесь. Не трожьте ни одной волосины. Вот и все. Да я не трогаю, я как бы не брею бороду. А вы усы подстригаете? Усы? Усы я давно не подстригал. Вот у меня борода видно сейчас, не знаю. Не надо трогать, как есть. Еще раз говорю, 57 лет я не прикоснулся пальцем. Да, сейчас даже Игнатий Тихонович, вот посмотришь на вот священников, а у них даже нету, не у всех, конечно, но у некоторых нет ни усов, ни бороды. Вы посмотрите на Господа нашего Иисуса Христа. Да, да. На Мужей веры, на Златоуста. И вы ничего не увидите, то, о чем говорите. Они говорят, померзки от мира, и мир слушает их. Кто любит мир, померзки, тот враг Богу, Иакова 4,4. Становится врагом Божьим. Ты против Бога воюешь. Бог так дал мне. Я благодарю Бога. И написано, не порти края бороды твоя, а уса, усы, а бакенбарды, это все, что на лице. Не трогай, не задевай и не помышляй. Это, как правило, на это настаивает жена, а муж подкаблучник, но он расстилается перед ней. Красоту мужскую, которую Бог дал, он, говорит, променял на подпупную женскую. А еще бывают родители, Игнатий Тихонович, говорят, вот, некрасиво там и так далее. Я еще раз говорю, желаете угождать родителям, угождайте. Никакого отношения это не имеет к спасению души. Я не угождаю, я просто говорю, как есть сейчас в мире. Говорите, вы сразу осадите их на место. Это Бог так сделал. И не могу я слушать родителей больше, чем Бога. Ну, я так и говорю своим родителям. Вы не надеете, что хорошее отношение будет у вас с ними. Как Иеремия говорит, проклятием вы прокляты. Кто надеется на человека? Мы должны быть верны Богу. И весь ответ, я для Бога живу. Все. А вот мусульмане, да, по пророку Мухаммеду, они стригут, да, вот вроде у них разрешено стричь, да, усы? Бороду подстригают. Да. Подберет... Не, 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 погодите. А евреи, вот смотришь, где собирается молодежь, бороду не прикасается, ни одной волосинки. Не, я не про бороду, я про усы хотел сказать. Да, ну, бороду, усы тут. Поэтому мусульмане для нас, они не указ в данном случае. У них вроде бы борода, борода нельзя трогать, а вот усы... Да нет, не больше 6... Это не меньше 6 сантиметров. Они подстригают сплошь и рядом. И вон было в этом... В Афганистане один умер, кто-то говорит, а у него борода совсем маленькая. Они за меня... Пришли, как называют, стражи исламской революции. А у него борода меньше. И мертвому дали 40 ударов палкой. Всыпали ему. А как ваш глаз, вот у вас глаз что-то беспокоил? Прошел сейчас? Да, прошел. Я на операцию не лег. В операционном уже встал, остановился, и ушел. Потому что стали молиться, и у меня за ночь все изменилось. Я ногтем повредил, и туда попала инфекция. Я 5 лет мучился с ним. Ну, терпимо было, поэтому не трогал. А тут в последнее время у меня морковки не было терто, это сильно повлияло. Ну, хорошо. Слава Богу, что так было. Я думаю, верующий человек, он не должен лечиться вот этими медикаментами, медикаментозными, потому что, ну, например, я в своей жизни никогда не лечился медикаментозными. Ну, я Богу доверял, как бы. Хоть даже когда я, я когда и болел, и там, что-то там, ну, страдал, я никогда не лечился вот этими медицинскими препаратами. Это хорошо, потому что... И у меня, и у меня все проходило потом. Ну, поверь и ваше, да будет вам сказано же так. Правильно. Вот я, мне 81-й год, я еще ни одной таблетки не съел. А таблетки все, они же наоборот, они же не вылечат человека, там же химия. Правильно, да. Они могут только какой-то симптом снять, а... это невозможно. Вы в городе живете? Я, я из Казахстана, Игнать Тихонович. Я спрашиваю, в городе живете? Хоть и в Казахстане. Да, 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 в городе. Где воду берете? Воду? Я езжу на родник, в горы набираю там, на роднике. А то показывают в магазине, один мужчина взял тележку, там дают в магазине, и все, что есть водянистое, он купил, и все отвез в лабораторию. Сто процентов ядовито, все. Какие бы ни были, в большей и меньшей степени. А вы где воду берете? Колодцы свои. А, у вас колодцы? Колодцы подземные. Ну да, вот это сейчас то, что в магазинах продают все отравленное, там сплошная химия. А в городе мы берем из крана обыкновенные, которые там травят хлорка и прочее, тут нам негде брать. Ясно. А, еще вот такой вопрос, Игнатий Тихонович, сейчас перебью вас, извините, пожалуйста. Про голубей я хотел спросить, а какую вот голубятню посоветуете построить? Я хочу голубятню построить, не знаю какую. Вы же более опытный в этом вопросе. Ну, у меня голубятня, вот вы на снимке посмотрите, от земли до крыши 9 метров 60 сантиметров. Это вы имеете ввиду вот такая большая старая голубятня? Да, такая сюрреалистичное сооружение. Ну, а дальше, если вторая голубятня, это прямо на крыше, залазишь туда, на потолке, там все оборудовано для них, там и пшеница, там вода. А вот сейчас современные голубятни строят, ну, видели, наверное, да? Да, видел, видел. Я не могу так строить, как у них ухаживают, нет. Я не голубевод, а просто люблю голубей с детства. Поэтому у меня даже в комнате, вот, каждую зиму, с 1 января, у Володи спрашиваю разрешение, мы даю, живем вдвое, и голуби у меня, тут они выводят, приучаются, ручнее делаются. Но нынче меня не было, и тут зашли в комнату, кто-то, ковры настелили, все убрали, и мою голубятню вытащили. А на крыше у меня сейчас, ну, немного там 30, наверное, голубей осталось. Ясно. Ну, я тоже, вот, я кормлю голубей, вот, сейчас уже холодно. Значит, вы добрый человек. Я уже года 3, наверное, они ко мне на окно прилетают, я в квартире живу, поэтому. Но это не ваше еще, когда будет голубят, не будете ухаживать. У нас статья большая была, в губернской газете, Алтайская правда, крупная, большая статья, у злого человека голуби не живут. Голуби единственное, живое создание, которое определяет человека. Вот я, скажем, узнал это, просчитал, и сестра у старобрядцев, я говорю, там поспрашивай, есть, нет? Во всей стране ни у одного старобрядца голубей нету. Они свирепые. Нету. А потом нашли одного, говорит, в Красноярске есть. Я говорю, а как? Ну, недавно к старобрядцам пришел. Так он голубей-то держал-то, будучи в православной церкви, новообрядческой. А вы чем кормите их? Семечки, наверное, перловка, да? Пшеницу добавлю, не добавляю ничего, чистая пшеница. А когда прихожу зимой, ну, чтобы они ближе были, на руки садились, даю семечки. У меня два мешка бывает, помаленьку, по горсточке хотя бы. А так, обыкновенная пшеница. Можно давать проса, лен, я ничего этого не даю, у меня возможности нету. Они сытые, здоровые, крепкие. Правда, когда сильно породис их завел, они не выдерживают холода. Тогда я такого же цвета подобрал голубей, ну, как называют, дикари, белые. И они перемешались, и теперь они выдерживают. И даже из диких, которые залетают, заметил у одной голубки хохолок, шиньон. И от нее у меня расплодились эти дикие особые сорты. Это у меня почти 10 лет ушло на это. А сейчас у вас голуби с вами, да? Ну, и в комнате нету. А, нету в комнате. Нету, я говорю, выкинули у меня эту мою голубятню, которые были тут друзья, без меня. А теперь что, вы обратно не будете заносить? Ну, нет, мне уже неудобно. Они тут такие ковры настелили на Гатоне. И шторки заменили, и простыни, и клеенки. Это вы им... Это они сами, или вы им разрешили? Не разрешал я это. Я бы не разрешил. Сами. Один человек знал ключ, где его оставили. Видимо, они на него тут решили так тайно сделать. Это любовь. Тут иначе не скажешь. Сколько потратили? Шторки двойные, да еще там тюль. Да все такое. Я такого никогда не имел. Мне даже я зашел, как будто квартирант какой. Да еще и костюм подполковника. Костюм. У вас, наверное, только кошка, да, осталась теперь? Кошки 6 штук. А, 6 целых? Ничего себе. Да, потому что заказали двух, котята были, выросли-то. А кто заказывал, жена кому-то, а их нету. Ну и вот я в газеты дал там, не в газету, а даже здесь в интернете. Кошки очень хорошие. Ловливые, до того ловят мышей, здорово. Ласковые. Счастюли. Вот их год-два месяца. Вот он сидит рядом. Я могу показать даже сейчас. Подожди-ка, я сниму. Иди-ка сюда. Пойдем сюда, будьте. Вот этот какой-то тяжелый. Ой. Большой. Большой. Огромный просто. А у меня палят, это не видать. Дай. Сейчас, подожди-ка, подожди. Это рыжая. Это рыжая. А где паля? Сейчас я палю посмотрю. Привет, покажу ему. Красавица. И паля где у него? Паля. А где паля? Ну, нет. А вот она. Ах, а паля-паля-паля. Чистик какой. Посмотри. Какой хвост у нее, как у лисы. Сколько она весит? Килограмма три, наверное, да? Ну, я не знаю, сколько. Вот она. У меня кошки очень хорошие. У меня собака была. Я уголовным уродовским занимался, когда. И вот мы начинаем петь. Она рядом садится, мы молимся. Она голову поднимет и пытается в интонации точно таким же петь. Подмывает. У вас духовные-то вопросы есть какие-то? Духовные? Да, вроде бы нет. Я как бы изучаю чуть-чуть так. А вы у нас бываете на ютубе, на сайте? Да, я давно уже смотрю. Ага, бываю. Вот на сайте там ответ я даю 4124 вопроса. Я бываю, захожу. Вы там можете это, вопросы узнать. А Библию-то читаете сейчас-то? Да, Библию читаю. А, Игнаст Игоревич, а вот ваши книги, про которые вы говорили, 38 томов, да, вроде бы? А их где можно? Их можно как-то взять? Можно, можно. Ну, я просто изучаю много. Вы просто скажите, я вам сейчас скину, чего стоит и как. Ну, в Казахстан отправлять. Нет, я вот, я в Барнауле бываю, а можно к вам потом зайти, да? В Барнауле вам будет намного дешевле, только стоимость книг. А Казахстан очень большие цены. В Барнауле дешевле в Польшу прослать. Я вот сейчас читаю вот такую книгу вот. Я не вижу, там что-то расплывчатое. А, расплывчатое. Ну, это Игнатий Бринчанинов, который, третий том. Третий том, ну, хорошо. А вот у него сколько томов? Почему-то вот издают то семь томов, то восемь томов есть. Восемь. Раз? Нет, у меня вот, у меня, по-моему, семь книг только. Да какие там книги-то? Их три книги, это моя одна книга. У меня каждая книга семьсот пятьдесят две страницы. Нет, ну, у вас Игнатий Бринчанинов, сколько, в скольки томах он идет? Ну, в восьми, я знаю. А, восемь томов. Просто, может, разные, разные издания, может, разные. Да, да. Из Златоустов всегда двенадцать. То есть тринадцать. Двенадцать-то разбить на два тома. Да, я буду в Барнауле. Да. Ну, вот договориться можно. И если будете звонить, это в крайнем случайне, никогда не алёкайте. Сразу говорю, я из Казахстана, такой-то, такой-то, назовешься, и приехал сюда, и вот как всё встретиться. Потому что, если вы молчите, я не отвечаю, кто молчит. Потому что много хулиганов звонят. То есть, просто позвонить вам и сказать, что вот я такой-то, такой-то, да? Да, не ждите от меня даже голоса. Голоса от меня не будет. Пока вы не начнете говорить. Только тогда могу ответить. Ну, я понял, я понял. Вот сейчас закончим говорить. Я вам скину данные о книгах, и вы сами посмотрите. 38 книг. Вот только что по полному комплекту отправленные были, уже получили в Америке. А их заказывают, да? Много? Ну, не много. Как много-то? Я бесплатно-то 650 городов проехал, отдал, подарил. На 35 миллионов. Не, это вы говорили. А ещё у вас много книг осталось? Немного. Некоторых, вот же, допустим, стихи первые, которая была книга, уже нету. Она осталась только одну книгу на государство. В Испанию одну отправил, в Ирландию, допустим. Ну, ясно. Это, Игнатий Тихонович, а сколько это, по цене, сколько это? Смотря где вы живёте. Если живёте за границей, одна цена. Нет, если я приеду, у вас там их заперут. Если вы приедете, я могу сказать сколько. Допустим, 24 тысячи. Примерно. Рублей. Это все 38 томов, да? Да, все 38. А если там вы бываете, практически 1000 долларов. Ну, ясно. Ну, да. По ценам, когда издавались книги, тут ничего не здесь есть. У них инфляции никакой нет, не было такой. Я вот пошёл сейчас, четыре у меня книги готовые, новые, стихи, по 800 страниц. Там в каждой книге 180 страниц, только цветных фотографий издать. Но когда сказали, почти по 2 миллиона. Но ясное дело, что мне не издать никогда. Это вы вот там сравниваете священные писания, да? Куран. Да. Вот вы рассказываете. Я разбираю Куран полностью суры и аяты в сравнении с Библией. Такой книги тоже нигде нет по сей день. Отдельно у меня симфония на жития святых. Это тоже нету. Лучшая в мире издана симфония на неканонические книги. А уж про вопросы и ответы говорить не приходится. Они отвечают, что в Библии говорят, что святые. Каждый вопрос. По житиям святых и по канонам церкви. И по поэзии мира. А еще такой вопрос, Игнат Тихвинич. А вот потеряевки сейчас кто там живет? Ну, кто там живет, те и живут. Они уже вросли туда. Там много людей вообще? Немного. Я просто там те места ваши не знаю. Это от Барнеула сколько километров? Далеко? 156. 156. От дома до дома. Ну, немало, немало. Ну, вот они каждый вторник. Вот сегодня вторник. Молочники приехали. У них свои клиенты. Они привозят сливки, перевозят молоко, творог. У кого есть, перевозят яйца, говядина, баранина. Ну, когда есть. А молочные каждый вторник. Неделю они сепарируют, готовят, потом приезжают. А мясо вы вроде говорили, что не употребляете, да, мясо? Да, не употребляю. И не потому, что грех. Не поэтому. Просто у меня сильный организм, и мне это не надо. И это дорого. Я не ем уже больше 50 лет. Ну, вот. Это ответ врачам. Врачи говорят, что там без мяса жить нельзя, и так далее. Они бы поработали, как я работал эти годы. У меня выработка 300% была на стройке. Я 40 лет пищи клал. Земляные работы. Пилить вручную. А вот свинина, она запрещена в Библии, написана. Да, запрещена. 11 глава, Левит. А теперь апостол Павел Тимофей пишет, «Всякое творение Божие хорошо, ничто не присадусидительно, если принимается с молитвой». Словом Божьим молитва ощущается. Сегодня ешь лягушек, змей, христианину все разрешается. Запрета нет. То потеряло силу. Господь сказал об этом. В уста, что твои, не грех. Грех, что из уст. Ну да, так написано, я знаю. А разве, Игнатий Тихонович, разве может человек, который, ну, например, водку пьет, как из него будет хорошее выходить? Это тоже показатель. Никакое не будет хорошее. Пьяницы царствия Божия не наследуют. Написано. Вот в том-то и дело, что есть нечистая, как бы, пища и питья. Нет, не нечистая. Если я говорю, что вино грех, и кто там где-то, когда разрешают уста, пьют, то меня проклятию предадут. Вот я в рот вина не беру ни капли, никакой, нигде. Из-за воздержания, ради моего Господа. И у меня организм очень сильный. Вот мне 81-й год идет. Нет, ну вино не грех, конечно, но нет, вино в больших количествах это грех, написано так. В больших количествах это грех. Я тоже не пью вообще. Я ни мяса не ем, ни вино не употребляю. Молодец, хорошо. Можно сказать, я вегетарианец, но такое слово, такое слово православие не любят. Рыбу едите? Рыбу тоже я не ем. А почему-то с детства она мне какая-то, ну вот мне в детстве и давали рыбу, и потом мне тошнило от нее. Ну плохо было, тошнота какая-то. Вот мы развели карась, карп, карась. Это называется царская рыба. Она костистая сильно, но у нее особый специфический вкус. А возьмите форель, красная рыба. Да и Господь где? Даже рыбу умножал. Воскресший дал им рыбу есть. Рыба. Рыбу можно есть, но почему-то я ее не люблю с детства. Почему-то. Ну это дело ваше. А так, я получается, как православные посты есть, вот эти там масло соблюдаю, в какой-то день можно масло, в какой нельзя. Вот я все вот это соблюдаю. А откуда вы знаете, когда можно нельзя? Ну там по календарю написано, там в один день, там сухоядине, например. Хорошо, я понял. Вот у нас книга к истинному православию. Если вы зайдете на сайте, там большой устав о постах, которым пользовалась Россия 900 лет. Для народа. И это разница с тем, что они печатают сегодня в календарях. А вы, Игнатий Тихонович, вот, например, Великий пост, вы в пище что употребляете? Ну вот, когда Великий пост идет? Ну, хлеб есть всегда. Вода, да? Бывает. Какие-то одни, горох, гречка, масло растительное только в субботу, воскресенье. А остальное? Да, да, я точно так же, вот, вот, как вы говорите. Крупы разные. Картошку иногда вечером делаем, ну, почистим картошку, пластиками нарежем, и на сковорде тушенка называется. А иногда плита есть, разрежем картошку, и сверху противнем накроешь ее. Можно даже сверху ее маленько протычить, и солью помазать. Она очень вкусная. Картошка печеная. Самая лучшая печеная. Вторая неощищенная. Третья очищенная. И самая негодная, когда ее жарят. Да, жареная самая неполезная. Тем более растительное масло никогда не допускайте жарить. Оно не поддается термической обработке. Ну, можно на сливочном жарить, на сливочном масле. Сливочном можно. Да, надо будет к вам приехать. Я у вас редко бываю, ну, наверное, раз в три года там, в Барнауле. Там вот, говорят, вроде мед хороший есть, да? Да, алтайский мед славится не только на Советский Союз, а намного дальше. И у нас рядом деревня, и один там большую пасеку держит. И он каждый год приезжает. Приезжает и продает флягами. Сколько тебе надо? Трехлитровая банка, 1200. Ну, я бы много взял, если бы... У него настоящий мед, он сахар не ложит туда, да? Нет, нет, нет. Это человек не ложит. Он бывший наш Потеряевский выехал туда, хотя к нашему кругу не принадлежит. Потом он был председатель колхоза. И каждый год с нами встречается. Нет. Я ни у кого не беру, только у него. И поэтому у меня ложка на ночь с теплой водой. Сон хороший. А у него, Игнастика, есть какой мед, не знаете? Ну, вот с каких трав? А какие есть в это время? Подсолнухи, гречка, где-то липа есть. Ну, то есть то, что есть. У нас много цветов разных. Донник растет, репей. Пчела со всего берет. А дуванчики, особенный медонос, это пустырник. В Америке и в Японии его специально разводят. А у нас он растет. Пустырник. Он даже более дает результат, чем корень валерьяны. До сердца. Ну, пустырник, это вроде успокаивающая, да? Да. Успокаивает. Да, вообще травяные чаи. А вы чай не пьете, да? Чего не пью? Чай, чай, вот чай. Ну, если делать. У нас чай только сами заваривают. А что там, Володя, заварить, я никогда не спрашиваю. Корень солодкий есть. Ну, корень солодкий, да. Он вроде бронхи очищает. Насколько я знаю. Все хорошее. Организм принимает, совесть не судит. Ладно, Инастик Христа. Спасибо вам. Всего хорошего. А вы все записи, да, в интернет выставляете? Да. Ну, это вот теперь только воскресенье в это я отдам. И после воскресенья на той неделе администрация будет выставлять. Я не выставляю. Редко когда какое. А может быть, вот я когда в Барнауле буду, может, вам звонить вообще не надо? Просто к вам прийти? Ну, где вы находитесь? Нет, так нельзя. Меня может дома не быть. Ай. Я вам телефон скину, и вы зря не звоните. А только крайняя нужда какая. Нет, ну я звонить не буду. Только когда я вот приеду, я позвоню вам, что я приду. Да, да. Ясно. А вот у вас Никита был. Он уехал обратно на Украину, Борисполь. Как вы с ним, да, вот его воспитывали, да, как много лет. 5 лет пробыл, теперь 30 лет его в армию не возьмут. Все понимают это и говорят, вот, видишь, как избежал. А так бы где-нибудь в Донбассе-то ухлопали. А он приехал, когда в армию уже брать. Так говорят-то. Он хоть и не соглашается, но слишком понятно. 30 лет исполнилось, он был таковский. Я просто как бы одно время ваши ролики не смотрел, поэтому там конец не знаю. Он давно уже уехал, да? Да уже, наверное, два года. А, два года. Не скучайте по нему, а то... Да некогда скучать. У меня вот сегодня, вчера приехал человек из Армении, там он в Грузии живет. У меня всегда люди. Здесь и в интернете. А вот вы чат-рулетку будете продолжать, вот записывать? Я уже продолжаю. Уже на этой неделе выставлять буду. Ну ладно, Игнатих, всего доброго тогда. В прошлом году чат-рулетки я выставил 400 с лишним роликов. У нас очень большой канал, 16800 роликов. Да-да, я в курсе. Я смотрю его уже, давно вас смотрю. Говорите не спасибо, а спаси Христос. Да, спаси Христос. Да, спасибо это ничего не значит. Бессмысленно. Ну, с Богом тогда. Ну все, всего хорошего, Игнатих. Аллилуйя. Ага, хорошо. Вы включаете.